Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна, ваш учитель английской грамматики. И сегодня в этом видео мы с вами разберём реальные условные предложения в английском языке. Дайте угадаю, когда в предложении появляется слово «если» на русском языке, и нам это нужно перевести на английский, то возникает паника. Возникает просто крах всей вселенной, потому что условные предложения в английском языке – это что-то непонятное. Да, условия в английском языке строятся иначе, чем в русском языке. Ну, условия – это вот эти предложения «если бы да кабы», да, «если бы пойдёт дождь, я останусь дома», «если он придёт домой, я ему позвоню» и так далее. Условные предложения такого типа. В русском языке у нас используется одна формула, одна функция, всё направлено на будущее, а в английском существует целая система. В принципе, в английском языке можно выделить три основных типа условных предложений. Это реальный тип, реальные условия, нереальный тип и смешанный тип. В сумме мы используем пять условий, пять схем условных предложений. Сегодня мы с вами рассмотрим реальный тип условных предложений, куда мы относим два типа условий. Это нулевой тип условных предложений и первый тип условных предложений. Но прежде чем начать, давайте посмотрим, что же это значит. Реальный тип условных предложений говорит о том, что условия, о котором мы говорим, на самом деле может случиться в реальной жизни. То есть вероятность того, что это будет правдой, очень близка к 100%. Мы не фантазируем, не мечтаем, ничего обычного не придумываем, а просто констатируем некие как реальные факты, которые могут произойти или не могут. И давайте же начнем с нулевого типа условных предложений. Данный тип условных предложений используется в том случае, когда условие выполняется всегда. Да, независимо от ситуации, в какой мы находимся, это условие будет правдивым. То есть оно всегда выполнится, ситуация всегда окажется реальной. К данному типу мы обычно относим к какому-то типа законы физические, химические, биологические и прочее, прочее, прочее. В то же время как и характеристики людей, то есть то, что является неотъемлемой частью человека, какие-то определенные реакции, которые присутствуют человеку всегда. Например, такая банальная ситуация, как кипение воды. Мы все знаем, что вода закипает при 100 градусах. И мы можем сказать некий такой факт. Если вода достигает 100 градусов, она кипит. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Если вода достигает 100 градусов, она кипит. Факт. Или же, например, такой очевидный факт, как если идет дождь, то на улице мокро. Если идет дождь, то улицы мокрые, на улицах мокро. То же правда, ведь всегда же мы же не можем эту воду куда-то убрать, она капает и капает. И это и будет являться правдой при любой ситуации. Или же, если мы говорим о каких-то человеческих привычках, реакциях, может быть, даже фобиях. Например, мой знакомый очень сильно боится летать. И он просто каждый раз, когда заходит в самолет, начинает паниковать, трястись. И, не знаю, крах всей вселенной. Он просто боится. В таком случае я могу сказать, если он летит на самолете, то он просто паникует. Когда он летает на самолете, он просто паникует. Это происходит всегда. Это уже как такая реакция собаки Павлова, да, то есть действие-реакция, действие-реакция. И является неким фактом о человеке. В таком случае, как же мы строим наш нулевой тип условных предложений? А вот по такой схемке, где мы будем выделять две основные части. Это зависимая часть предложения, где у нас находится это слово «если», «if» или любого другого рода аналоги в английском языке, их несколько. И основную часть предложения, где у нас будет как раз-таки результат этого условия, если оно выполнится. В условной части мы будем использовать время «present simple». В главной части предложения также будем использовать «present simple». Иными словами, формула будет звучать так. И так далее. Два «present simple» в обеих частях. Конечно же, в данном случае могут появиться и модальные глаголы, такие как «can», «may», «should», «must». Тем не менее, это абсолютно нормальное явление, и мы также их оставляем во времени «present simple». И мы никаким образом не меняем. Так что, если вы вдруг увидите в условии модальный глагол, то не бойтесь. В таком случае, еще разок, наши примеры с водой. «If water reaches 100 degrees Celsius, it starts to boil». Вот они наши два «present simple». «Reaches» достигает «present simple», «starts», начинает кипеть «present simple». Конечно же, это условие является очень простым в английском языке, и тут запоминать почти, что ничего не надо, тут обе части «present simple», так что 100% не ошибетесь, даже если что-то перевернете. Но, конечно же, это условие используется не так часто в английском языке, потому что, ну, мы не так часто говорим о таких фактах условий. А вот предложение первого типа используется намного чаще. Давайте же посмотрим, как мы строим условия первого типа в английском языке. В то время как в нулевом типе мы говорили о том, что произойдет 100% независимо от ситуации, в первом типе тут уже, конечно же, появляется зависимость. В первом типе мы говорим об условиях, которые могут совершиться в будущем времени, если этому будет подобать определенная ситуация. То есть это условие некое ситуативное. Если ситуация произойдет, будет результат. Не произойдет ситуация, результата не будет. Это один из самых частых условных типов в английском языке, да и в русском, я думаю, тоже. Допустим, запланировали мы куда-нибудь поехать за город, да, допустим, в выходные, там, поехать погулять на природе. А погоду передают не очень хорошую, говорят, что, может быть, пойдет дождь в выходные. И мы, конечно же, гулять в дождь не хотим, поэтому думаем, размышляем и говорим, если в выходные пойдет дождь, то мы останемся дома. И вот она получается, наша ситуативная ситуация. Если пойдет дождь, мы останемся. Не пойдет дождь, мы поедем. Тем не менее, это реальность. И вот у нас есть реальный тип, первый тип условного предложения. По-английски это будет звучать так. Если будет дождь в выходные, мы останемся дома. Или, допустим, такая ситуация, вы планируете какую-нибудь там вечеринку, скажем, да, и собираете много гостей, хотите пригласить нескольких человек. И общаетесь со своим другом по поводу вот этой вечеринки. И вам друг может сказать, да, я приду, если вы меня пригласите, да, такая банальная ситуация, потому что если пригласите, приду, не пригласите, не приду, потому что это грубо как-то приходить без приглашения. В таком случае мы можем также сказать по-английски. Если вы меня пригласите, я приду. Не пригласите, не приду. Если вы заметили, то в предложениях уже появляется небольшое отличие по сравнению с нулевым типом условий в английском языке. Как же мы строим первый тип? Вот по такой схемке. Если вы заметите, то зависимая часть предложения также сохраняет present simple, то есть с if мы используем present simple, а вот в основной части, в главной части уже появляются изменения. В данном случае мы уже используем слово will или future simple, в будущее время. Ещё разочек посмотрим на наши примеры. If it rains at the weekend, we will stay at home. If it rains at the weekend, we will stay at home. Вот у нас зависимая часть. If it rains в present simple, в главной части появляется слово will, появляется будущее время. We will stay at home. Или второй пример. If you invite me, I will come. If you invite me, I will come. Вот опять у нас в зависимой части появляется простое время. If you invite me. В то время как в главной части опять появляется наш will, будущее время. I will come. Друзья, какие здесь основные моменты? Первый момент. Пожалуйста, когда мы используем условные предложения, не переводите их дословно с русского языка. Почему? Потому что в русском языке условные предложения строятся на одном времени, на будущем времени. Сами послушайте, как мы говорим, да? Если вы меня пригласите, то я приду. Или, допустим, если пойдёт дождь, мы останемся дома. Всё находится в будущем времени. При этом заметьте, как это используется в английском языке. В английском языке у нас появляется некий такой мишунг различных времён. Настоящее время и будущее время. И здесь очень важно учитывать, в каких частях мы используем какое время. Именно в главной части предложения мы будем использовать will, в будущее время. А в зависимой части мы будем использовать present simple. То есть там, где у нас появляется вот это if или какие-то аналоги этого слова. Почему я про это говорю? Очень частая ошибка появляется в том случае, когда вот эти две части начинают меняться местами. То есть, допустим, не такое предложение, как «если пойдёт дождь, мы останемся дома», а «мы останемся дома, если пойдёт дождь». В русском языке, опять-таки, это всё абсолютно одинаково, везде в будущее время. А в английском языке нам нужно учитывать вот именно вот эти вот части предложения, потому что независимо от того, переставим мы их или нет, одна из этих частей будет зависима со словом if, другая часть будет главная. Поэтому, если я вот это предложение, которое он сказал, сейчас переверну, то времена, тем не менее, в наших частях сохранятся. Послушайте. Времена, тем не менее, сохраняются в обеих частях. И ещё один момент. Как я вам упоминала и в нулевом типе, в первом типе также могут появиться модальные глаголы. И очень часто они появляются в основной части предложения, в главном предложении. Вместо will вы можете спокойно увидеть shall, can, may, must и так далее. Опять-таки, не пугайтесь этого, это нормальное явление. Will просто используется в 95% случаев, поэтому он является самым частотным. Но, тем не менее, другие модальные глаголы также могут появиться. Поэтому ещё одна заметка. Когда вы используете условные предложения в английском языке, не обращайте внимания на вот эту структуру. Она, конечно же, вам может в некоторых случаях помочь понять, о чём человек говорит. Но очень главное понимать именно ситуацию, про которую мы говорим. Ведь, как вы заметите, если мы используем модальные глаголы, и нулевой тип, и первый тип могут спокойно совпасть. Тем не менее, ситуация может разниться. В одном случае это будет условие всегда выполняться, в другом случае оно выполнится по ситуации. Тем не менее, какой здесь главный момент? Главный момент заключается в том, что в части if, в зависимой части будущего времени, быть не может. Поэтому, пожалуйста, запомните себе, как только вы видите слово if, забудьте про будущее время. Там очень может много появляться разных времён, может появиться present simple, что является типичным. Иногда может даже present continuous использоваться, либо present perfect в очень редких случаях. Но future simple никогда не надо использовать future simple. Это будет являться дословным переводом с русского языка, и поэтому возникнет ошибка. Так что, друзья, пожалуйста, поаккуратнее с этими условными предложениями, с этими проказниками, которые очень сложные в английском языке. Их нужно просто заучить, просто заучить функции, просто заучить схемы, и потом у вас просто это будет всё использоваться на автомате. При этом, друзья, не забывайте, что в английском языке существует не только слово if, как слово если. Существует также и много различных аналогов этого слова. Вот, допустим, такие слова, как provided, что является таким же если, unless, если не, when, когда и так далее. Так что в очередном случае, независимо от того, меняем мы части, или поменяем какое-то слово, или поставим модальный глагол, условие всё равно останется условием, и нам просто нужно понять, как сориентироваться в этой ситуации. Ну что, друзья, в принципе, это всё, что я могла сказать о реальных условиях в английском языке. Ставьте лайки, если вам это было полезно, и обязательно подписывайтесь на канал для большего контента. Это очень сильно мотивирует меня и помогает вам, я надеюсь. Конечно же, давайте в конце потренируемся. Пишите свои условия в английском языке, какой-нибудь факт в английском языке, может быть, факт о вас, у вас есть какие-то привычки, либо какие-то страхи, которые выполняются абсолютно всегда, независимо от ситуации. И, может быть, какие-нибудь условия на будущий год, допустим, у нас же с вами скоро Новый год, может быть, какое-то будет празднество, и вы собираетесь куда-то. Обязательно пишите в комментариях, потренируемся. Спасибо за ваш просмотр, мы увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!